Ребята, привет! Сегодня интереснейший пациент в нашей анатомичке. Это Subaru. И это не тот, который тук-тук-тук, бу-бу-бу, тук-тук-тук. Хотя нет, все-таки бу-бу-бу, тук-тук-тук должно быть. Но не суть важно. Это совсем другой двигатель от Subaru. Это надежный двигатель от Subaru. Да-да, вы, конечно, к таким не привыкли, но они существуют. Это двигатель EZ30. Это 3 литра оппозитная шестерка. Такие двигатели ставят только Subaru и Porsche. Ну, если я, конечно, не прав, обязательно поправьте меня в комментариях. Вы это так любите. Но, насколько я знаю, больше всех эти двигатели любят именно Subaru и Porsche. Принципиально они очень друг на друга похожи, но Subaru пошли своим путем, потому что Porsche делают немножко иначе. Эти двигатели ставят Subaru на свои тяжелые кроссоверы 3-бека. Также она ставит их на Outback и Legacy. У этого двигателя было два поколения, первое и второе. Визуально отличаются коллектором, которого здесь нет. Он бывает пластиковый, бывает алюминиевый. Внутри отличий немного меньше. Здесь фазорегуляторы по одному на каждую сторону с актуаторами, со всей фигней. Но вот его компоновка, она, безусловно, очень интересна. Сейчас мы двигатель разберем и посмотрим, что же находится у него внутри, как это все устроено и почему он такой надежный. Погнали! Итак, Subaru мы сейчас будем, конечно же, сравнивать отчасти с Porsche, но Porsche, к сожалению, разобрать не получится, потому что его не так давно собрали. А вот Subaru, Subaru совершенно другая история. Мы разберем двигатель полностью и обратим внимание на все его нюансы. Уже исходя из того состояния, в котором достался этот двигатель под разбор, могу вам сказать буквально следующее. Здесь под коллектором находятся два датчика детонации. Это довольно стандартно, то есть практически как на V-образном блоке. И давайте обратимся к истории, собственно, зачем Subaru и Porsche делают именно такое расположение двигателя. Ну, естественно, вы, наверное, понимаете, что располагать двигатель в оппозит, это не так хорошо для системы смазки и требует каких-то определенных инженерных решений. То есть, двигатель, который расположен более традиционным образом, его немного проще выстраивать в этом плане. Однако, неоспоримое преимущество при распределении веса в двигателе как таковом и в автомобиле, в частности, это, безусловно, является основополагающим фактором как для Porsche, обладающих довольно своеобразной формой кузова и великолепной отточенной управляемостью, так и для Subaru, которые также при помощи такого типа расположения двигателя добились идеального расположения центра тяжести автомобиля и управляемости всех автомобилей Subaru традиционно на очень высоком уровне, практически недостижимом для других производителей. Поскольку двигатель достался нам уже без передней крышки, а причиной тому послужило то, что контрактный двигатель, который я привез в прошлый раз, был с разбитой крышкой, и мы переставляли крышку с клиентского мотора, который вы велицезреете, на наш контрактный, который устанавливали на автомобиль. Здесь механизм ГРМ очень-очень сложный. Здесь находятся две цепи, которые приводят с собой все. То есть, одна цепь идет на привод исключительно ГРМ, то есть вот два распределительных вала. В это же время вторая цепь приводит не только механизм ГРМ, то есть распределительные валы, но и все остальные дополнительные агрегаты, такие как помпа и масляный насос. Цепи натягиваются двумя гидравлическими натяжителями, они находятся здесь и здесь. Ну и, соответственно, это очень надежно. Цепь здесь обычная, имеет тенденцию к тому, чтобы подрастянуться с легонца, то есть износ у нее бывает. Бывает, что цепь нужно менять, на то есть и регламент. Из-за большой длины цепей, как бы износ наступает достаточно оперативно по сравнению с другими агрегатами. Хотя, в принципе, трехлитровый мотор от Subaru очень надежен. В отличие от Subaru, на Porsche стоит двухрядная цепь. Тоже не Morse, обычная, но двухрядная. Это очень крепкая штука. Ну и мощности здесь, конечно, побольше. Этот двигатель 3.6, в отличие от того, но на 3.6 Subaru тоже, в принципе, цепь та же самая. У Porsche есть еще одна интересная особенность. Одна из цепей находится спереди, а вторая находится сзади двигателя. Это довольно интересный такой ход конем от Porsche. В остальном, все то же самое. Блок тоже алюминиевый, практически нет других каких-то отличий. Вот такой здесь гидронатяжитель, он без стопора. Но я не слышал, чтобы на этих моторах скакала цепь, поэтому, скорее всего, он неплох. Производитель NTN. Здесь написано, что это значит, не знаю. Скорее всего, это какой-то очень японский, GDM-ный производитель. Кто знает, напишите, если не сложно. Довольно прикольно сделано исполнение вот таких вот элементов. Это одновременно и болт крепления башмака и ответная часть болта крепления крышки. Дело в том, что крышка очень большая, объемная и особо места для крепления ее нет. И они решили это сделать вот таким вот образом. И вот здесь два болтика исполнены именно в таком формате. Довольно занятно. Субтитры делал DimaTorzok итак теперь у нас цепь грм полностью снята и видны дополнительные девайсы а именно помпа которая находится внутри грм и что самое интересное находится еще внутри масляной системы довольно стремное решение как вот если так на визуальный на первый взгляд ну субаристом им виднее это правильное решение ну и соответственно масляный насос который находится сверху то есть довольно массивная штука в отличие от моторов и джей серии здесь более надежно выполнено крепление мотору насос сам не откручивается по крайней мере не сталкивался тем чтобы насос откручивался от мотора сам на моторах серии и джей на 25 моторах я видел такую проблему неоднократно что масляный насос от вибрации работе мотора просто откручивается начинает терять давление помпа здесь очень массивная металлическая и что характерно для того чтобы масляную систему антифриз не попадал предохранительный слив выполнен вот здесь это герметически отделенные от системы охлаждения и от масляной системы пространство и вот здесь вот есть сверление который выходит наружу блока соответственно антифриз с маслом при каких-то проблемах с помпой теоретически не должны попадать в масляную систему но если уж ездить прям до талого то наверное масло с антифризом все-таки смешаются но в большинстве случаев проблемой будет не помпа а либо теплообменник либо какие-то другие нюансы в работе двигателя масляный насос в этом блоке является частью передней крышки выполнен он довольно таки интересным образом обычная это ротор снимаем сейчас ротор и статор и смотрим толщину толщина довольно весомая большой диаметр я думаю что это очень производительная деталь имеется следы износа довольно критично я бы такой насос конечно обратно ставить не стал мне кажется он не очень исправен в целом деталь производит ощущение такой надежности и кондовости крепкий насос и так как вы могли обратить внимание масляный насос установлен на коленчатом валу и самые внимательные из вас конечно же отметили очередной вброс относительно того что насос приводится цепью друзья я стараюсь в каждом видео допускать какую-то интересную неточность для того чтобы вы могли отметиться в комментариях и показать что вы все-таки лучше меня разбираетесь в этом во всем и мне это приятно потому что я всегда понимаю что знать все невозможно и мне ценно ваше мнение ребята из subaru знают толк возвращениях здесь какое-то просто нечеловеческое количество крепежа они для понимания и для того чтобы не запутаться подписали каждый болтик своей циферкой и здесь они размечены аж до 45 давайте здесь 45 болтиков крепления передней крышки точнее задней части к блоку 45 после демонтажа передней крышки блок в принципе обретает уже стандартные черты обычного subaru ского мотора здесь видны специальные заглушки для того чтобы демонтировать поршневые пальцы потому что блок как вы видите картера как такового у него нету то есть это две половинки блока и у них общий картер такая история что тут интересного еще есть система изменения высоты подъема клапана если вы обратите внимание на то что у этого мотора есть электромагнитный клапан в вт и есть еще дополнительно электромагнитный клапан который находится сзади блока и вот этот как раз электромагнитный клапан отвечает за систему изменения высоты подъема клапана называется она как у subaru я не знаю но вообще это обычно что-то типа в вл или в в ел или в тег или что-то типа того но суть как бы от этого не меняется эта система изменяет высоту подъема клапана она дает прогрессивную характеристику в работе двигателя очень полезная штука топливная экономичность повышается тяга на низких оборотах соответственно тоже ну и естественно наполняемость и как результат мощность на высоких оборотах тоже повышается очень хорошая система здесь она исполнена очень интересным образом и сейчас я вам это покажу на впускном валу кулачки выполнены следующим образом в середине низкий кулачок и два тонких кулачка более высокого подъема то есть у них угол подъема намного выше получается что в диапазоне работы двигателя на низких оборотах когда не требуется слишком сильного наполнения цилиндра когда нужна низкая отдача клапаны поднимаются ниже если нужна более высокая отдача клапаны начинают подниматься выше а управляет этой системой очень хитрый гидрокомпенсатор также интересный момент что часть масляной системы двигателя выполнена при помощи металлических трубок которые проходят снаружи частности вот эта трубка подводит масло к клапану изменения фаз газораспределения она идет снаружи двигателя и берется начало из блока и вот таким образом приходит в голову то есть никаких дополнительных сверлений просто и практично производим демонтаж патрубков системы охлаждения которая находится можно сказать в развале блока ну а в данной ситуации сверху потому что блок оппозитный система охлаждения здесь выполнена довольно удачно патрубки идут резиновые переходят металлические трубки и практически никогда вот это все из строя не выходит все что здесь находится в развале блока очень надежно в отличие от аудешных моторов у которых есть проблема с высыханием пластиковых патрубков и шлангов здесь такого не происходит здесь может происходить износ и высыхание проводов от датчиков детонации и прочей проводки которые находятся под коллектором из-за температуры но в основном у них облетает оплетка и на скорости безопасности это обычно не влияет на моторе и z используем многоточечный впрыск то есть использовано 6 форсунок по форсунке на каждый цилиндр производительных форсунок я к сожалению сейчас вам сказать не могу но сути как бы этого не влияет регулировка давления в рампе производится при помощи клапана установленного непосредственно на рампе и система здесь использована насколько я понимаю безобраточная то есть как вы можете видеть регулировка давления идет вот таким вот датчиком и так вот такой вот интереснейшей формы распредвал я не думаю что вы когда-либо такой видели но если кто-то видел пишите обязательно смотрите какая интересная штука кулачки у него разные имеют подъем есть еще дополнительные кулачки вот такая вот интересная схема работы очень крутая мотор очень эластичный перекрывает огромный диапазон оборотов по крутящему моменту и выдает очень удобные и комфортные характеристики машина с этим двигателем ездит очень приятно вал полу изнутри изнутри соответственно вот у него есть сверление на шейках оттуда подается масло под давлением и соответственно износ по распредвалу здесь практически исключен также здесь очень широкая часть где работает распределение на фазорегуляторы и регулятор подъема клапана малые кулачки разные по высоте и немножко разные по фазе то есть у них есть смещение по пику и они разные по высоте то есть один из кулачков нажимает клапан чуть чуть раньше чем 2 это дает определенные возможности по перекрытию фазы то есть они улучшают продувку цилиндра и соответственно помогают в смеси образований высокие вот эти большие кулачки они задействуются только на высоких оборотах и позволяют добиться максимального наполнения исполнены это при помощи гидрокомпенсатора очень хитрой формы хитрость гидрокомпенсатора состоит в следующем у него есть два сегмента внешний и внутренний кулачки нажимают на внешний сегмент постоянно а внутренний сегмент является исполнительным внешний сегмент относительно внутреннего двигается таким образом получается что при движении внешнего сегмента до определенного момента он не задействует клапан то есть он не нажимает на шток однако после наступления определенного момента блок управления двигателем подает давление масла и вот этот вот канальчик наполняется маслом под давлением и соответственно блокирует внешнюю часть к внутренней то есть получается что внешняя часть уже физически нажимает на клапан до этого момента работает только внутренняя часть который задействует малый кулачок на распределительном валу примерно вот таким вот образом это все происходит то есть когда большой кулачок прожимает внешнюю часть гидрокомпенсатора она просто проваливается вниз и внутренняя часть нажимает на средний сегмент и он в свою очередь открывает клапан вот такая вот конструкция довольно несложная казалось бы но кто-то придумал определенный гений между прочим произведено фирмы inna в германии вот казалось бы мотор subaru произведен в японии а компоненты немецкий выпускной вал здесь абсолютно обыкновенный вообще никаких изысков нету все очень очень просто и предсказуемо фазорегулятор также имеется здесь вот как под него как раз есть сегмент и в общем больше никаких проблем нету головка здесь снимается довольно тривиально здесь шестигранник никаких хитрых болтов с хитрыми головками все очень просто и так еще важная вещь то что актуатор находится сзади на голове и спереди на голове это важно то есть у него два актуатора один выполняет роль соответственно актуатора фазорегулятора второе актуатора механизм изменения подъема клапана головочка довольно все ожидаемо никаких сюрпризов 4 клапана на цилиндр все как обычно с головой ничего нового посмотрим на блок здесь явные следы попадания масла в камеру сгорания причем во всех цилиндрах огромное количество нагара крупными хлопьями говорит это о том что мотор расходовал масло причем довольно много прокладка трехкомпонентный металлопакет вот он такие вот три листочка металла практически фольга уплотнение по краям цилиндра здесь есть но не так чтобы прям очень оно значительное но оно имеет место блок типа open deck довольно характерно для subaru практически на всех моторах используется именно эта технология чугунная гильза залитая внутрь алюминиевая оснастка и соответственно выглядит это все практически как мокрая гильза но поскольку она не съемная то это просто алюминиевый цилиндр внутри которого залита чугунная гильза как бы сложностью достаточно серьезно при разборе данного агрегата является то что у него нет картера и открутить шатун и поршневую группу довольно сложно для того чтобы демонтировать поршень здесь используются специальные заглушки и за ними отверстия нужно будет подвести поршни под определенную позицию и снимается стопор пальца и соответственно вытаскивается палец и дальше демонтируется поршень поршень вытаскивается отдельно и соответственно блок можно тогда располовинить это все-таки не мотоцикл и тут цилиндры отдельно не снимаются демонтируем задающий диск на датчик коленчатого вала он здесь штампованный я такое честно говоря редко встречаю не часто они именно штамповками такими идут основном немножко по-другому технологически это все исполнено но сути от этого не меняется работает он примерно так же такая вот для удешевления процесса сделана железяка прикольненько так вот штампованные бывают довольно редко но вот простенькая такая детальюшка осталось дело за малым необходимо демонтировать вот эти вот заглушки и начать демонтаж поршневых пальцев дальше мы снимаем поддон и половинем блок осталось совсем чуть-чуть блок уже практически мотор точнее практически разобран кстати интересная особенность моторы ез 30 первого и второго поколения отличаются друг от друга головками блока а вот блок абсолютно идентичен ничем не отличается у subaru унификация во всем если блок называется ез 30 то можно быть уверенным в том что он подойдет на любую из модификации примерно такая же история с блоками и джей 25 они очень очень унифицированы дна достаточно широкую линейку не абсолютно все но многие и так осталось аккуратно открутить заглушки и в принципе блок готов к разбору производим демонтаж стопора поршневого пальца вот и он и самого поршневого пальца вытаскиваем поршневой палец поршень остается в блоке и мы теперь сможем смело располовинить блок по тому же принципу производим демонтаж остальных поршневых пальцев и освобождаем полностью весь блок доворачиваем блок на нужный угол точнее поршневую и производим демонтаж последующих цилиндров поскольку гидравлические системы данного двигателя очень сложны помимо стандартной сеточки в поддоне установлен еще и магнит кстати облезшая краска внутри поддона может говорить о том что данный двигатель пытались промывать возможно даже димексидом краска в поддоне облезла в этом можно убедиться прямо если повнимательнее посмотреть вероятнее всего поддон снимали от краски чистили но точно я сказать вам не могу потому что герметик на нем выглядит не вполне оригинальным хотя могу заблуждаться предполагаю что двигатель отмывался все-таки димексидом потому что состояние алюминия внутри ну уж очень чистая однако кольца все-таки не отлегли и сейчас мы посмотрим что с поршневой на что происходит с поршневой посмотрим что у нас состоянием фона в цилиндрах для этого чтобы нам полностью уже забрать две половинки нужно снять полу поддон для этого мы откручиваем маслоприемник откручиваем пена пеногаситель который является частью собственно поддона большого поддона или полу поддона как хотите вот эту всю конструкцию мы снимаем в нее же интегрирована помпа в полу поддон также для демонтажа поддона требуется в первую очередь демонтировать теплообменник теплообменник служит для более быстрого прогрева двигателя в холодное время года и для компенсации разницы температуры масла и антифриза в теплое время года но сказать что это полноценный масляный радиатор я не могу потому что это как бы не так масляный радиатор если он необходим если машина используется как спортивная например или в очень нагруженных условиях требуется за вместо такого вот теплообменника устанавливать полноценный масляный радиатор или устанавливать его параллельно с данным теплообменником это как бы на вкус и цвет спортсмены обычно довольствуются масляным радиатором отдельным теплообменники на subaru я не слышал чтобы имели какие-то проблемы технического толка но вот например на opel знаменитый z18xer и его худые теплообменники приводящие к образованию в двигателе эмульсии это притча в языцах здесь обычно такой ситуации не происходит но теплообменник недостаточно производительность для того чтобы сколько то бы ни было выравнивать нормально температуру однако производитель считает что этого достаточно для номинальной эксплуатации агрегата в принципе я с ним абсолютно согласен потому что в номинальных условиях этого более чем достаточно в силу технических задач которые ставились перед авторами проекта которые данный двигатель проектировали производим также демонтаж подушек двигателя они были на контрактном агрегате в лучшем состоянии нежели на этом поэтому предпочли поставить их эти небольшие имеют следы износа и трещины поэтому было принято решение заменить а спонсором данного выпуска могла бы стать одна очень известная компьютерная игра но не стало потому что я им отказал в очередной раз потому что я считаю что эти широко известные компьютерные игры являются ничем иным как вам вот надо пропищать надо да по той простой причине что несмотря на бесплатный вход и сто пятьсот там килограммов голды серебряных монет и прочей херни которые вам дают на старте в игре для того чтобы обладать точнее заиметь реальный прогресс данной игре приходится раскошелиться на вполне реальные бабосики именно поэтому процветает этот гейминг в жанре рпг и смысл его в том чтобы собрать с доверчивых граждан как можно больше бабосиков поэтому я считаю что это некое завуалированное казино которая использует слабости людей в игре вот соответственно я считаю что реклама данных игр сродни рекламе героина то есть это примерно одно и то же потому что просто люди привыкают люди на это подсаживаются и снесут все свои денежки туда поэтому спонсором данного выпуска являются не они а вполне себе реальная компания под названием хода с авто да и мы везем для вас 22 тонны отборнейших моторов они уже погружены и плывут к нам через море так что в течение месяца все будет здесь налетай покупай пока не подорожало а то доллар сука растет и это очень сильно обламывает поэтому торопитесь качество будет как всегда на высоте так демонтируем поддон немножко варварские грубо но поскольку это последний путь для данного агрегата то насрать так что мы видим в поддоне мы видим следы работы промывки жесткие лаковые отложения и на фоне этих жестких лаковых отложений абсолютно чистые поверхности на которые попадала промывка как бы ничего хорошего от промывки очень сильно засранного двигателя ожидать не приходится в силу того что все что вы двигатели отмыли оно где-то куда-то попадет куда не надо чаще всего и приведет к негативным последствиям помимо этого соответственно уплотнения лучше тоже не станут ну могут быть всякие нюансы я конечно не буду спорить с гуру который утверждает что можно таки все таки двигатель раскоксовывать и действительно раскоксовывать можно но в том случае если в целом мотор не засран до безобразия и тогда в принципе да действительно можно но когда он находится в таком состоянии как этот потом после его промывки обычно ситуация меняется в худшую сторону нежели в лучшую то есть редко бывает улучшение в основном ситуация ухудшается или не изменяется а к чему собственно все к тому что раскоксовка это не оживление трупа это поддержание двигателя в рабочем состоянии если вдруг когда-то вы где-то облажались с маслом или что-то пошло не так ну и тогда вы что-то там промыли но это не ситуация когда двигатель засирался годами а вы потом за пять минут быстрого промыли он стал как новый так это не работает итак у нас блок полностью готов под располовинивание и этим мы сейчас и займемся устанавливаем его в удобное положение и начинаем демонтаж на верхней стороне блока болты расположены на внешней стороне по нижней стороне блока они расположены каналах системы охлаждения и соответственно имеют обрезиненные уплотняющие гаечки которые выполняют функцию отделения масляной системы двигателя от его системы охлаждения несмотря на общую кажущуюся не технологичность двигателя в ремонте у него есть один безусловный плюс это двигатель очень легко меняется на автомобиле поэтому каждый уважающий себя субарист в багажнике возит запасной мотор его поменять практически так же легко как запас опачки а вот и располовинили вот такая вот красота две половинки блока и колено отдельно по колену обычно проблемы у двигателей у этих не бывает то есть я не думаю что есть какая-то серьезная может быть неисправность по коленвалу то есть если он уже застучал то застучал но здесь этого не было обратите внимание на коленвал для соображений компактности здесь он очень очень ажурный очень тонкие шейки тончайшие противовесы то есть вал очень крутой по конструкции но ремонтировать его довольно стрёмное занятие у него довольно тонкий упрочненный слой вот здесь то есть шлифуется он вроде как 0,25 0,5 я что-то уже не уверен это берутся не все потому что для этого нужен очень тонкий камень на шлифовальном станке и менять камень только ради шлифовки блоков субару не каждая организация берется вообще в принципе сейчас мы демонтируем коленчатый вал он снимается вот достаточно легко и просто шатуны остаются на колене конструкция потрясающая по своей красоте и остается у нас блок а точнее две его половинки по вкладышам тоже здесь никаких проблем я не вижу есть одиночные риски я думаю что связаны они с промывкой потому что попадала грязь процессе промывки двигателя а вот что у нас по цилиндропоршневой группе мы сейчас увидим по вкладышам как вы видите проблем никаких не имеется достаем поршневую группу и смотрим что у нас с поршнями что у нас цилиндрами надо отметить что поршня у субару вставляются в цилиндр точнее имеют зазор между стенкой цилиндра и юбкой поршня всего одну сотку это для практически рекорд для автомобильной промышленности очень маленький зазор который ведет к тому что малейший перегрев может привести к задирам и заклиниванием заклиниванием агрегата противном случае двигатель бы работал некорректно поэтому зазоры делаются минимальными компрессионные кольца здесь довольно тонкие но проблем с ними обычно не бывает а вот маслосъемная здесь судя по всему лежит дам кольцо закоксовано и не шевелится что-то она даже разбираться особо не хочет по всей видимости я был исходно прав и двигатель просто был заменен по причине большого расхода масла маслосъемное кольцо не снимается несмотря на то что оно наборная но его высота явно недостаточно кстати здесь из-за того что была проведена раскоксовка часть кокса осталась в канавках и почему-то вот она тоже видимо компрессионные кольца работали не совсем корректно не вполне свободно они ходят в канавках я думаю что была еще и проблема с компрессии у данного двигателя помимо расхода масла то есть маслосъемное кольцо работает никак то есть оно лежит посмотрим остальные поршни и посмотрим какая у нас ситуация с блоком так здесь похоже что блок перегревался на юбке видны следы задиров опять же по маслосъемному кольцу такая же ситуация но не шевелится компрессионные работают маслосъемное не работает такая же ситуация неисправность явная по этому ряду крайне достаем поршень так а вот и он здесь тоже есть следы на юбке опять маслосъемное кольцо точно также лежит то есть причиной замена двигателя стала эксплуатация двигателя на некачественном гсм топлива или масло или и то и другое было не качественным или менялась не своевременно привело это к банальным последствиям залеганию маслосъемного кольца впоследствии была проведена раскосовка которая двигателю очевидно никак не помогла ну и поэтому соответственно двигатель пошел на замену потому что ремонт его экономически не очень оправдан далее вторая половина блока примерно такая же процедура демонтируем поршни смотрим на их состояние здесь предполагаю что примерно та же ситуация задиры тоже имеются огромная промытость по днищу поршня значит маслосъемное кольцо лежит ситуация во всех цилиндрах одинаковая то есть мотор просто пришел в негодность по причине хозяев нерадивых которые его до такого состояния довели все один к одному смотрим состояние цилиндров итак судя по состоянию цилиндров данный двигатель помимо всего прочего еще и перегревали потому что задиры довольно весомые уже и в цилиндрах помимо задира в цилиндрах я забыл упомянуть что еще были проблемки по распредвалам там тоже были царапины возможно это как-то взаимосвязано но я утверждать не буду задиры здесь имеют различный характер то есть здесь есть и тепловые прихваты и следы попадания каких-то инородных тел в цилиндр потому что некоторые риски тянутся до самого верха камеры сгорания это говорит о том что они попадали под кольцо то есть что-то попадало извне возможно это последствия неудачной раскоксовки то есть какие-то фракции все-таки оставили царапины то есть здесь очень-очень сложно как бы так вот констатировать цилиндры имеют следы весомого износа он не критичный непредельный но мотор побегал достаточно ресурс у данного агрегата надо отметить что очень-очень большой и конкретно ез 30 легко выхаживает по полмиллиона и мотор этот хороший но излишняя его сложность и трудоемкость в ремонте в общем-то многих людей отворачивает от исполнения ремонтных работ по данным агрегатам хотя если приноровиться и иметь специнструмент то в общем-то ремонтировать данный двигатель не так уж и сложно однако менять его на автомобиле все-таки намного проще и в основном этот двигатель именно меняют на контрактный довольно несложно найти сейчас контрактный агрегат поскольку контрактных агрегатов было довольно много закуплено и сейчас они находятся на складах в Москве в частности у нас есть такие агрегаты если что звоните пишите телеграфируйте мы их достаточное количество приобрели потому что пользуются они довольно стабильным спросом помимо того что данный агрегат несложно менять еще и нас нужно отметить что контрактные агрегаты обладают достаточным запасом прочности и достаточным остаточным ресурсом что приводит к тому что за половину стоимости капитального ремонта а даже иногда и больше чем половину вы получаете очень даже вменяемый агрегат с достаточным ресурсом не менее трехсот тысяч километров спасибо дорогие друзья что смотрели этот выпуск мне очень приятно что досмотрели до этого места пожалуйста если не сложно напишите ваш комментарий вот здесь под видео это сильно помогает нам в развитии канала а также если не затруднит можете поставить свою оценку понравился или не понравился вам этот выпуск это тоже будет нам очень полезно для дальнейшего развития может быть вам этот формат уже не нравится и мы придем к какому-то другому или напишите в комментариях какой двигатель вы бы хотели чтобы мы забрали следующий спасибо вам еще раз и пока пока и и и и